Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших христианских святынь. Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица незадолго до своего успения собственноручно сплела пояс и передала его и свою ризу апостолу Фоме. Риза и пояс передавались из поколения в поколение наследниками двух иерусалимских вдовиц, получивших святыню из рук святого апостола. Частица пояса на вечное хранение находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга, откуда всего на неделю прибыла в Брест. Святыня – частица пояса Пресвятой Богородицы и ее родителей Акима Яны прибыла в наш город Брест. Это безусловно, что огромное значение является для всех православных христиан и для всей Белорусской Православной Церкви. Так как Божья Матерь всегда почиталась Православной Церковью, а в наших славянских странах это, в общем-то, особенно всегда прослеживалось. Это ввиду того, что очень много храмов строилось именно в ее имя, очень много икон было явлено здесь именно на Руси. Поэтому, безусловно, что это событие играет огромную роль. Здесь, конечно же, очень многие люди могут сказать и упрекнуть, сказать, что это несколько такое идолопоклонство, то есть поклоняться личным вещам, пусть и Пресвятой Богородице, тем не менее. В Священном Писании мы прослеживали и не раз как личные вещи и самого Господа нашего Иисуса Христа и апостолов людям помогали, помогали, исцеляли от болезней, помогали еще в каких-либо нуждах, скорбях, ну и так далее. Поэтому, вне всякого сомнения, что прибывший к нам в Брест поиск Пресвятой Богородицы, безусловно, обладает не меньшей благодатью, чем любые другие вещи Господа нашего Иисуса Христа, апостолов, либо других святых людей. Тысячи верующих выстроились в очередь на подступе к Собору Воскресения Христова, чтобы поклониться святыне. Взрослые дети, пенсионеры и студенты – такие разные снаружи, но единые в прекрасном порыве веры. Сила, что всегда остается с человеком даже в самые ненастые дни. Все они приложились к Великой Святыне Христианского мира, попросив у Божьей Матери помощи, исцеления, спокойствия души и заступничества. Приехала большая святыня. Как и многие люди считаются православными, и я считаю себя православным. И мне хочется приложиться к этим святыням, за себя попросить, за семью, за землю нашу русскую, чтобы наши русские люди не забывали, что они русские. Поклониться поясочкам, отдать должное. Что для вас это значит? Ну, что значит и для здоровья. Надо преклониться. Такое время сейчас неспокойное, поэтому надо преклониться к святыне. Чем чище душа наша, тем мы здоровее. Сегодня архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн завершил в соборе Воскресения Христова одну из самых красивых Великопостных служб, праздничную литургию, прежде освященных даров. Она отражает древние традиции православной церкви и дарит верующим возможность помолиться и причаститься христовых тайн. По окончании молебного пения архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн обратился к верующим со словами назидания. Всех вас поздравляю с днями Великого Поста, а также с милостью Божией, покровом Пресвятой Богородицы, явленных нам в эти дни, когда святыня, частица пояса Пресвятой Богородицы, а также частица мощей Святой Богородицы, Богу Отец Пиакима и Анны, родители Пресвятой Богородицы, прибыли к нам в наш град, пресс для того, чтобы благословить каждого из нас и, конечно, укрепить наши духовные и телесные силы для несения жизненного креста, архипастерского, пастерского, семейного жизненного креста, когда мы идем по нашему жизненному пути, а должны идти всегда за Господом, и этот жизненный путь дан нам Богом, и так важно, чтобы мы именно искали волю Божию в нашей жизни и тот путь, который дает нам Господь. Поклониться святыне можно до 28 марта. 29 марта в 7.30 утра в соборе Воскресения Христова пройдет молебен и проводы Ковчега. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова